Власти курорта рассказали, как пострадавшим от наводнения получить компенсации. Первый вице-мэр Светлана Балаева сообщила, что всем пострадавшим от наводнения положена денежная компенсация. За частичную утрату имущества власти обещают выплатить 50 тысяч рублей, за полную 100 тысяч. По 10 тысяч получат те, кого признают пострадавшим от непогоды. С 14 числа нами были сформированы межведомственные рабочие группы, комиссии, которые начали в этот же день обследование тех территорий, на которых были выявлены пострадавшие наши граждане. С 14 числа эти группы работают, отработали уже три дня. Сегодня они также продолжают работать, потому что и 14, и 15, и 16 числа у нас выпадали осадки в разных населенных пунктах. И появлялись дополнительные люди, домовладения, которые пострадали от именно паводка. На сегодняшний день обследовано, на сегодняшнее утро обследовано 870 домовладений. Со вчерашнего числа организовано 7 пунктов приема заявлений от населения на получение материальной помощи и выплат, связанных с чрезвычайной ситуацией. 7 пунктов, 5 расположены в наиболее пострадавших населенных пунктах и 2 пункта приема заявлений и обращений граждан, у которых случилось подтопление их домовладений, в городе-курорте Анапа. Запущена горячая линия с городским номером 32574 по всем вопросам, которые касаются выплаты и помощи людям, пострадавшим при ЧАЭС. На сегодняшний день предусмотрено 2 вида материальной помощи. Это первая по 10 тысяч рублей. Выплата предусмотрена для тех людей, которые проживают и постоянно зарегистрированы в местах, которые были признаны комиссиями, как пострадавшие в результате ЧАЭС. На них составлен акт об этом. И второй вид помощи финансовой – это при частичной либо полной утрате имущества первой необходимости. При частичной утрате эти жильцы могут претендовать на 50 тысяч рублей, при полной утрате имущества – на 100 тысяч рублей. Первые выплаты мы планируем начать уже завтра.